Есть что посмотреть. Смотрите ТВ-каналы на любой вкус. Кинопоиск. Премьеры сегодня, завтра, всегда. Торонто не Канада. Такое я здесь часто слышу, и на самом деле этот мегаполис немного ломает представление о малочисленной северной стране. Именно в Торонто стремятся почти все переехавшие в Канаду мигранты, а больше половины жителей города родились не в Канаде, а приехали сюда из других стран. Торонто называют канадским Нью-Йорком, и они действительно похожи, как внешне, так и по бешеному ритму жизни, за которым угнаться не так просто. Город возможностей. Многие рвутся в Канаду любой ценой, но оказавшись здесь нелегально, начать жить хорошо – тяжелая задача. Ты будешь постоянно пахать на работе. На стройке пошел один день. Один всего выдержал. Покурил, два балла заработал. Но все же многие приезжие добиваются здесь успеха, попадают в канадскую мечту и строят молодые канадские семьи. Это, понимаете, то есть Канада. Я русский, жена афганка. Я пошел в казино, проиграл там 20 тысяч. 10 тысяч долго – это ее. Я православный, а жена вот именно мусульман. То есть у нас может висеть икона, и рядом будет Коран лежать. Канаду и Штаты не только сравнивают, но и часто противопоставляют. Люди добрее, чем американцы. Они тебе машут рукой. Уезжайте из Канады. Постепенно мягкая Канада становится все жестче. Сюда все приехали, все живут мирно, дружно. Но сейчас уже не совсем. Сейчас они уже очень такие агрессивные, поэтому не ходите по улицам. Не каждую неделю, но вы увидите кто-то в центре города, кого-то стреляет. Если тебя ударили, нужно повернуться, так улыбнуться для начала, а потом сказать «не бей меня, пожалуйста». Канада – развитая страна и выглядит прекрасно. Но на все это нужны деньги и высокие налоги. Последние трусы у вас останутся, они их заберут у вас. Насчет свободы слова его здесь нет. Вообще нет. Сегодня говорим о сладкой и не очень-то и простой жизни в одном из крутейших мегаполисов мира. Пока начинаем, подписывайся на мой Телеграм и Ютуб. А если он у тебя работает плохо, то теперь мой контент можно посмотреть и в ВК-видео. Этот ролик тоже уже и там. Поехали! Торонто, мама! Это Канада сверху. Зеленая, аккуратная и тихая. Никаких небоскребов, потому что прилетел я в крошечный аэропорт Гамильтон рядом с Торонто. Из международных рейсов только один рейк-явик. В автобусе, как завороженный, всю дорогу смотрел не в окно, а на дверь. Все ждал, когда же она вылетит на более крупной дыре в дороге. Это уже даунтаун Торонто. Центр города, который часто сравнивают с нью-йоркским Манхэттеном. И даже фильмы про Нью-Йорк часто снимают именно здесь. Настолько они похожи. Еще в фильмах часто замечал вот такие машины с мороженым. Медведи по улицам не ходят и снега нет вообще. Но понять, что ты в Канаде, можно по хоккейной тематике. Это арена, на которой играет местная команда Торонто Мэйпл Ливс. Это Олег. И он пошел узнавать, откуда приехали эти красотки. Люди в Торонто очень пестрые и разнообразные. Особенно сегодня, когда тут проходит очередной фестиваль. Тут же очень много мест для шоппинга, по которым удобно ориентироваться с гидом от Авиасейлс Короче, где этот район называется Туристы и ТЦ. Кстати, там собраны самые интересные места, лайфхаки и маршруты, которые редко встретишь в стандартных путеводителях. Так что ссылочку я оставлю в описании. Вот такая мальвина какая стоит, еще на фоне таких же цветов. Заходишь за угол, тут готовится концерт. И вообще, музыки в даунтауне много. Не все чудики в Торонто безобидны. Вот эта часть не очень безопасна. Очень много таких людей, которые живут в социальном жилье. Возле них даже ходить как-то так немножко стремновато. Они же интересны, как-то здесь так построена у них система. Люди, которые живут в этих психиатри... Психически немножко ненормальные, или хорошо ненормальные. Они же не в закрытом помещении. Они же имеют право здесь выходить на улицу. Они в городе, они среди людей. Поэтому, когда ты на улице видишь немножко так неадекватного, или в автобусе ты рядышком с семьей, да, ты можешь стоять. Ну, лучше как-то не смотреть им в глаза, когда не провоцировать. Почему им жилье выдают социальное в даунтауне, а не где-то загородном? Здесь же весь город, он разделен. Здесь же нет такого, что здесь богатые, здесь бедные. Ты можешь идти, хорошая улица, дома по 2 миллиона. Опа, уже дома такие, что там страшно находиться. Они уже там за 700 тысяч, понимаешь? Оно же здесь ничего не делится, богатые, бедные. Оно вот здесь все, микс. Олег переехал в Канаду с семьей более 10 лет назад. Те люди, которые родились во времена Советского Союза, мы всегда мечтали уехать за границу, потому что нам казалось, что за границей это место, где нужно жить, и что это лучшее место для жизни. Я хотел бы, чтобы дети выросли. А в другой стране, чтобы они получили другой паспорт. Ну и чтобы они были в безопасности. А, супер. Поснимаем тетю. До переезда Олег представлял Канаду совсем другой. Мне хотелось все и сразу. Мне хотелось приехать и сказать, так, я приехал в Канаду, мне все должны. Мы же все там рисовали себе такие картины, что здесь деревья, где есть сады денежные. Туда приходишь и деньги срываешь. Или утром встал, есть подушки, достал деньги. Я симулировался долго. Все так думают, кто хочет сюда приехать. Ну, основная масса. Они думают так, сначала я эмигрирую в Канаду, позанимаюсь бизнесом. Даже не думая, как этот бизнес можно здесь делать. И они не понимают, что на месте разберемся. Здесь все по-другому. Здесь невозможно делать бизнес, как там. У нас, думаешь, если у меня не получится по бизнесу, ты думаешь так, а, пойду работать. Но это означает, типа, как бы... Типа, по-любому я найду хорошую работу. Я по-любому найду хорошую работу. Меня Канада, она изменила. Я стал более терпим. Я стал более такой толерантный. Я стал по-другому смотреть на другие национальности. Если до Канады мы привыкли говорить, как мы говорили, на людей с Африки черные, там, мы говорили на людей из Китая, желтые или желтороты, или китайозы. Мне очень радует то, что вот ты можешь зайти, я не знаю, там, в мол или там в лифте. Лифт открывается, и человек стоит с той же самой Африки, скажем так, и он говорит тебе, доброе утро, и он улыбается. Или он тебя может... Мне не то, что страшно, мне приятно, что мне утром сказали доброе утро. Сказать доброе утро на улицах Торонто можно и звездам мирового кино. Позавчера ехал Шварценеггал, едет на велосипеде, снимает фильм, как он едет по Калининскому проспекту, и фильм там о проститутках, о всему тому, что было там в 90-е годы. До ковида, еще лет 10 назад, около, наверное, 60% всех фильмов голливудских снималось в Канаде. Либо с этой стороны, либо в Ванкувере. Все просто. В Канаде снимать дешевле, чем в США. В итоге тут снимались Титаник, Сумерки, Выживший, Оно, Начало, Люди Икс и еще тысячи известных фильмов. Здесь огромное количество компаний американских. Америка имеет присутствие везде. Каждый день Олег проезжает мимо бывшего аэродрома, где планируют крупный проект, самый крутой блогер мира, Мистер Бист. В этом месте тысячи блогеров будут бороться за 5 миллионов долларов. Отъехав еще немного за город, начинаются фермы. Мифы о северной стране рушатся один за другим. За окном бесконечные кукурузные поля и растут персики, яблоки, дыни и ягоды. Цены, правда, космос. Кукуруза почти по доллару за штуку. У многих ферм есть свои магазины, а это вообще как целый колхоз. Лошадиные загоны, трактора и даже мини-отель. Вот редкий момент, когда канадские колхозники отдыхают и греются на солнышке. Все нацелено на туризм и спорт. Гольф-поле дает урожая не меньше, чем кукурузное. С утра тут свистят клюшки. А это уже Валерий. И мы едем к нему домой в пригород, Торонто, Ричмонд-Хилл. Раньше все было пусто. Вот этой плазы здесь не было. Вот этих домов тоже не было. Здесь было все пусто. Был один колхоз. И когда я сюда переезжал, новый построили район, и все было очень тихо, спокойно. Никого не было. Ричмонд звучит как что-то богатое. Ну, наверное, я не знаю. Тогда это просто считался хорошим. Хороший район. И здесь цены были повыше, чем в других районах. Сегодня, в принципе, цены, я считаю, одинаково дорого уже. Но там на 100-200 тысяч разница, я не знаю, когда это больше миллиона, там 1,5 и 1,7. Я уже даже не вижу разницы, какая разница. 1,5 и 1,7. Вот откуда у частого гражданина будет миллион долларов. Соседи афганцы, он они ковер решили просушить. Напротив, пакистанцы. Здесь китайцы. Здесь индусы. Вообще, когда мы сюда приехали, вот здесь русские жили. Там жили филиппинцы. Здесь жили филиппинцы. Канадец жил. Напротив жил какой-то араб. Почти все поменялось. Я тут, по-моему, один остался. С соседями как? Общаетесь? Ну так, понимаете, здесь вот люди не как у нас. Здесь принято, там, здравствуйте, как у вас дела? Все хорошо, хорошая погода. А вот еще у нас будет дождь послезавтра. И вот примерно на таком уровне здесь происходят все общения. Только ни о чем. Ни о чем. А у нас напротив, вот здесь, это пакистанцы, они к нам любят приходить. То есть они нам переносили всякие там сладости. И вот надо им еще обратно это нести, тоже всякие сладости. И вот они так пытаются какой-то, им поближе контакт иметь, но мы чуть-чуть так держимся от них подальше. Вот тут вьетнамцы. Они вообще не говорят на английском языке. Они всегда улыбаются. Вот ты ему спросишь, как у них дела. Они улыбаются. Все понятно. Валерий живет с женой, ребенком и тещей. Сам он адвокат и часто работает из дома. Это как бы офис второй отсюда, потому что я здесь могу закрыться. Если у меня там какое-то слушание, то из дома я могу здесь проводить. Онлайн? Да, онлайн. Суды есть онлайн. Мы люди на самом деле, у нас нет времени сидеть на бакьярдах, ну как на дворе, и жарить шашлык, и отдыхать. Мы все время работаем. Слышимость здесь нереальная. То есть вы слышите все, что там сосед делает. Он жарит мясо, вы слышите, как он его жарит. Как он немножко мрачит. Да, да. И вот мне из-за этого даже не нравится находиться здесь, потому что здесь вообще нету никакой приватности. А дома, получается, однотипные здесь такие? Да, они примерно все одинаковые. Если честно, вот посмотрите расстояние между домами. Ну это вообще, ну что это за расстояние? То есть вы соседу дышите на ухо. Там вдвоем можно и не пройти. Район Валерия престижный и интернациональный. Далеко не все в Торонто такие. Они сначала все перекочевали в Европу, и потом из Европы они уже сюда переезжают. И руководство Канады как бы с этим мерится? Ну они ничего толком сделать не могут. Поэтому здесь такой отпор от мусульман идет. Да, потому они с женой нельзя работать. На дочке не работает, с женой не работает. Только мужчины и сыны. У них очень много детей. О да. И они следят за детьми. Восемь, десять. Мужчина с утра до вечера работает. То есть вот, это кстати не совсем правда, что говорят вот там вот афганцы, вот они сидят на пособии. Мужчины, у них вообще не принято, чтобы он сидел дома, на диване лежал. Жена сидит дома, да, она получает деньги детские, пособие там неплохо. Им этого хватает. Это не тот район, о котором говорил Валерий, а довольно благополучный Мархэм. Он мультикультурный, но сегодня тут праздник у мусульман. Это подготовка. Сегодня суббота, вот будет праздник у них, карнавал. Двина часов придут люди с близлежащих этих районов, и они будут себе праздниками с детьми. Вон у них попкорн. Такой фестивальчик прямо у мечети. Да? Большинство иммигрантов в Канаду приезжает из южных стран. У меня даже было ребята там из России, они приехали из Казахстана, поучились, смотрели на этот рынок труда, и они универ заканчивали, то есть у них там чуть ли не бакалавр, не магастратура. То есть квалифицированные люди. Да, они как я здесь отучил, они очень талантливые. Вот я на них смотрю, и они посмотрели, потыкались, говорят, да ну зачем мне здесь, на этой работе, у меня там дома, Сбербанк уже ждет меня. В Торонто очень много индусов. Они быстро наладили схемы легализации через фейковые студенческие визы. Как это работало? Вы могли основать колледж. Вам небольшой нужен был начальный капитал. Вы сняли какое-нибудь помещение в подвале, или где-то там еще небольшое, вы зарегистрировали, и вы могли уже после того, как вы получали все вот эти разрешения, привозить интернациональных студентов. Печатный станок студенческих виз. И они их просто давали там сотнями. Есть вот колледжи, я называть не буду, но они там миллионы зарабатывали, миллионы. И там какая-нибудь программа для парикмахера. И вот едет индус учиться на парикмахера. И у меня вопрос, куда смотрят власти? Вот ему дают визу на парикмахера, чтобы он учился в этом колледже. Зачем? Это молдаванин Андрей случайно встретил в центре Торонто своих друзей. Сам он тоже приехал по студенческой визе и остался нелегалом. Давай тогда на связи, да. Давайте слева. Что за ребята? Друзья мои. Вот, кстати, у одного из них мы отмечали день рождения. А вот сейчас недавно? Прямо в эти выходные. Откуда ребята приехали? Они с Украины. Украинцы. Мы идем с ним по району, где почти все вывески на китайском. И это никакой даже не чайна-таун. Даже по речи. Вокруг одни китайцы. Еда в заведениях тоже азиатская. Получилось 19 баксов. Ну вкусно капец. Канада – это не только красивейшие пейзажи, но и одна из лучших стран для комфортной жизни и работы за границей. Но знаете, когда семьи с детьми переезжают жить в другую страну, это всегда немного сложнее, особенно в плане их адаптации и образования. Конечно, в Канаде отличная система образования, но если у вас есть дети, то вы наверняка понимаете, как важно найти для них что-то большее, чем просто стандартные школьные уроки. И тут возникает вопрос, как сделать так, чтобы ребенок не только привык к новому языку и окружению, но и начал развивать важные для будущего навыки. Хочу вам рассказать об одной очень интересной школе. Онлайн-школе программирования Hello World. Это онлайн-школа, где дети с 7 до 17 лет учатся программировать, создавать игры, 3D-модели или проектировать сайты. Причем самое крутое, что обучение идет в режиме реального времени, один на один с преподавателем, так что неважно, где вы живете, в Канаде, США или даже на другом конце света. Представьте, если всего через пару занятий ваш ребенок создаст свою первую игру и поделится ею с одноклассниками. Или поможет вам с созданием сайта-визитки, что тоже ваше чадо сможет по итогам целого курса. Теперь у него будет занятие, которое не просто развивает логическое мышление, но и реально увлекает. Да и времени на просмотр ТикТок и Ютуб у ребенка станет меньше, а это вообще мечта любого родителя. Кстати, в Hello World очень удобно устроен процесс обучения. Есть личный кабинет для родителей, где можно отслеживать прогресс ребенка, переносители, отменять занятия. Никаких звонков и очередей ожиданий. Вы можете в любой момент увидеть, какие темы он уже освоил и каких успехов добился. Так что, если вы жители России или экспаты и живете в другой стране, и хотите дать своим детям не просто возможность учиться, а учиться с перспективой на будущее, обратите внимание на Hello World. Особенно сейчас, потому что у них действует специальная акция 40% скидка на абонемент при записи по ссылке в описании или QR-коду на экране. Это отличный способ погрузить детей в IT-мир, который, кстати, очень востребован. Кому-то из них это может помочь поступить в университет мечты или даже начать строить свою карьеру в IT уже в школьном возрасте. Ссылочку оставил в описании. Прилетев на учебу, Андрей обалдел от цен на жизнь и образование, которое сразу забросил. Он понял, что тут нужен большой запас денег. Такого запаса не было. А сколько денег с собой было? 3000, может, долларов, что-то такое. Как быстро закончились? Блин, очень быстро. У меня был еще здесь знакомый и сразу помог с жильем. Тысяча с чем-то это уходит на жилье. Это еще так, комната только была. И я не пошел в колледж вот это самое. И они начали высылать им войско тоже за то время, которое я туда же даже не ходил. И получается, заплатил вообще что-то за учебу? Да, я заплатил где-то 3000. Это был первый взнос. А когда приехал, уже ничего не платил? Нет, нет. Надо было, да, уже тоже вот эти им войс оплачивать. Но туда же... Как это не хотелось? Я думал, виза как бы есть еще. Спасибо, ребята. Можно еще погулять. Но визу аннулировали сразу. Долгое время Андрей был нелегалом, а недавно подал на беженство. Это долго будет? Да, может длиться там год, два, три. Все это время ему нельзя выезжать из страны. Ты готов прям? Раз уже подался, то да. Я основал, что как бы за неимением выбора, потому что с документами здесь очень-очень трудно. Как-то с моей точки зрения больше немного здесь перспектив. Даже если ты проходишь такой жесткий, можно сказать, путь с документами совсем. Но если там все получится, то можно как бы... Ты сравнивал зарплаты? Да. Я наткнулся на что-то вроде русского магазина. Так уж их по привычке называют, несмотря на флаги Грузии и Украины, которых тут больше. Таких магазинов в Торонто много, и этот особенно большой. На входе я даже погрел уши возле русскоязычных женщин. Две недели будет, и вот четыре мы приняли на концерте и говорили. Пельмени, пирожки, селедка, колбаса. Три с половиной бакса за пирожок и столько же за зефир. Вот еще хорошие молдавские конфеты и молдавский сыр. Все недешево, но, по словам Андрея, цены не единственная проблема нелегала. Медицина, например, недоступна. А еще был риск, что тебя, не знаю, поймают на улице и депортируют? Ну, риск такой есть, как всегда. Потому что, да, если там в какой-то ситуации можешь попасть, и там, например, если полиция там начинает твою проверку, то там находится, как бы... А, допустим, напился в клубе, подрался, но может закончиться депортом. Конечно. Ну, ты аккуратен был, когда... Ты сильный. Да, тоже проблема, когда ты нелегал. Ты не можешь здесь жилье найти, как бы, быстро или там какой-то хороший вариант. Потому что в основном просят документы, инк. А как ты находил? По знакомству? Через знакомых, да. Еще ты не можешь никуда ехать, в принципе, если захочешь, например, даже на отдых куда-то. Если ты нелегал, ты не можешь заезжать. Даже на Кубу? Даже на Кубу, да. Только вот здесь картинки смотрят. Ты сейчас сможешь вылететь, когда закончится весь процесс? Да. У дел нелегала тяжелая работа. Первая моя работа, это был мувинг. Мувинг – это переезды. Андрей перетащил много мебели. Зато каждый день получал кэш. Что было самое сложное? Запомнилось что-то такое, что прям еле подняли? И они надо перевозить. Это жилье. Это ж просто вот рояль такой, если он еще старый, такой дубовый, из дерева такого, там просто можно надорваться. И еще в день выходило. В районе 150, ну в зависимости, сколько ты часов отработал. Но старались как-то тянуть время? Если по-нормальному, то там и так, и так. Время уходит на то, чтобы все это подготовить. Есть, которые, да, и тянуть тоже время. Ну самому тоже хотелось, наверное. Покурил, два бакса заработал. На стройке пошел один день. Один всего выдержал. Там, получается, был вот эта стройка, когда только льется там и бетон, и основа, и вот это. И я посмотрел, сказал, нет. Я думаю, здесь это мой последний визит. Хуже мувинга? Это даже было, да, немного хуже мувинга. Сейчас Андрей ремонтирует крыши. Ну вообще, расскажи, насколько много здесь приходится пахать, чтобы нормально жить? Там, в принципе, в зависимости, как ты любишь жить и на какую ногу ты привык. Потому что, если хочешь, чтобы у тебя были деньги, то у тебя не будет времени, в принципе. Там, на личность, жизнь, на что такое. Ты будешь постоянно пахать на работе. Если ты хочешь так, типа, немножко, знаешь, слоу, типа, потихоньку, суббота, воскресенье отдыхать, и там с утра до пяти, например, на работе, то и, например, не сможешь себе много позволить. Потому что, ну, все зависит от зарплаты. А ты по какому пути пошел? Ну, у меня, как бы, так, график то падает, то разъем. Да, да, да. Ну, я, в принципе, старался пахать прям. Ну, ты по чуть-чуть откладываешь? Ну, как? Не пытался, но тут много затрат с документами вышло. Пытаешься там откладывать, то потом вот какая-то проблема появляется, и все туда может. Ты в Молдове айтишником работал. Довольно престижная профессия. Да. Не скучаешь по тем временам, когда ты просто в офис ходил на расслабоне и кофе пил? В принципе, да, скучаю. Тем более, я как только приехал, так резко, знаешь, поменялось все. Считаю, я оставил офисную работу, и здесь надо было уже работать так и физически. Ну, по профессии, да, ты не можешь работать пока, не легализируешься тут нормально. И я не мог, потому что, да, был нелегалом, и надо было английский урошить. Остаться здесь без работы, это же страшно представить. И вот эти социальные программы, они на самом деле не помогают. Там вам 700 долларов дадут в месяц, и что вы будете с ними делать? Ну, это даже не просто кровать где-то в хостеле. Ну, это ничего не что. Даже семьи, где все работают, не всегда могут многое себе позволить. Но зарплата там, ну, не знаю, 3 500 в месяц чистыми, ну, уже после налогов. 3 500 – это значит, что вы примерно получаете 5 грязными, там, 5 500 грязными. Это примерно 60-70 тысяч в год. Это вроде нехорошая зарплата, но вот эти 3 500, вам только 2 200, 2 500 будет квартира стоить. И вот на тысячу вам надо выжить. Ну, вот так со стороны глянуть на рынок труда, ну, не очень завидное место на самом деле. Я смотрю, все прям очень много работают и живут небогато, так скажем. Как минимум, это жилье касается. Раньше было по-другому. То есть раньше вы могли работать и могли заработать. Вы могли купить себе квартиру, дом. И это было... Поэтому сюда люди ехали. За последние, там, лет 8-9-10 это поменялось. А индусы о чем думают? Сюда же надо приезжать и пахать на трех работах, чтобы койку себе снять просто. Так она им нормально. Вот он приехал сюда, что он будет в этой комнате с 5 индусами спать. Он как бы, да я и дома у себя с 5 индусами спать. Дома с 10 было. Они наши, как они машины покупают. 4 индуса берут одну машину. И они делят платежи. То есть они берут какую-нибудь там, ну, такую неплохую. И они ее делят на неделю. И вот там 2 дня твоих, 2 дня моих, 2 дня там потель будет еще 2 дня ездить. И вот они так машину эту делят. И, например, Тим Хортон. Сейчас уже такая шутка пошла, что это индийское кафе. Вот как раз меня везет один из таких индусов. Его зовут Васи. И машину он делит с другим индусом. Таким образом, у обоих индусов есть дополнительный заработок и машина для личных целей. В Канаде он уже 2 года. А вот и сеть кофеен, которую в шутку называют индийской. На двери хоккейная клюшка, потому что сеть создал канадский хоккеист Тим Хортонс. Внутри дешевый кофе и пончики. Похоже на национальную канадскую еду. Да. И вот перебиваешь себе аппетит. Пончики. Пончики. Ты заметил, как девочка обслуживала? Очень улыбчиво. Очень улыбчиво. Смотри-ка, она улыбается до сих пор. Синьи приезжают, вроде бы много людей. Но они работают в сфере услуг, и они хорошо себя, они хорошо обслуживают. Мне нравится. В другой заглядешь тот же самый Старбакс, может быть канадка. Но у нее не хочется кофе покупать. Она еще тебе скажет, выезжай домой. Да. Мне тоже нарисовали не гениталии, а смайлик. Рекинь. Уже спасибо. Вот такая же кофейня в даунтауне. Тим Хортонс – это канадский ответ Старбаксу. Такие кофейни находятся на каждом шагу в любом городе, в любом районе. Что интересно, стоит вообще копейки. Не все канадские монополии дешевые, как эта кофейня. Со связью, например, наоборот. Здесь два фактически больших игрока, который предоставляет интернет, телевидение и так далее. Потому что у них кабеля только есть. Это Роджерс и Белл. Все, больше никого они не пускают. В Америке совсем всего по-другому. Там конкуренция есть. Там огромное количество страховых компаний, авиаперевозчиков, банков, телекоменционных компаний. И поэтому там совсем другие цены на тот же самый телефон. Вроде бы страна развитого Запада, свободный рынок, либералы у власти, но все равно рулят монополией. Канада, она дорогая страна. Здесь нужно работать. Здесь много возможностей, но нужно работать. Особенно тем, кто только приехал. Здесь даже ты можешь увидеть очень много машин, те, которые едут новые от Tesla. И он подрабатывает на Uber изредка, потому что ему нужно иметь дополнительные деньги, дополнительный доход. Просто пару часов свободных он выезжает на маршрут. Да, да. Очень много сейчас приложений на русском языке даже. Ты получаешь заказ, куда ты должен приехать, кого ты должен пикап сделать. Мы едем в северные пригороды Торонто. За канадской мечтой, когда есть деньги, переезжают сюда. Большие дома, огромные лужайки, на участках даже лес. Обязательный атрибут – баскетбольное кольцо. Здесь установлено вообще прямо на дороге. Собственный дом здесь – это не дешево. Большинство из них в кредит. Здесь же все, ты должен взять деньги у государства. Здесь ты можешь позволить себе все, но только тебе нужно взять деньги и занять. А потом за это отдавать. То бишь здесь всю жизнь люди должны. Здесь строится сразу небольшой поселок. Вот как выглядят готовые дома. Каменные, красивые, мощные, монолитные, крепкие. Но внутри одна фанера и опилки. Этот дом будет выглядеть так же в итоге, как эти соседние. Весь дом собирается только из досок и листов ДСП. Крыльцо, окошки, стены – все деревянное. Этот дом с тремя гаражами собирался так же. На улице пока только почтовые ящики и туалетная кабинка. Но скоро тут все заселят. Это уже другой комплекс, тоже из фанеры. Возможно, и эта школа вовсе не кирпичная, так и не разобрался. Это Молдова. Раньше от гражданства этой страны отказывались и уезжали отсюда насовсем. Но в последние годы многое поменялось. За молдавским гражданством сейчас сюда приезжают десятки тысяч иностранцев. В основном это россияне и украинцы, но не только. Все потому, что молдавский паспорт дает много преимуществ. Как, например, право на безвизовый въезд и в страны СНГ, и в Евросоюз. С ним можно открывать счета в молдавских банках или получить в местных вузах недорогое образование, признаваемое и в СНГ, и в Евросоюзе. Получить гражданство Молдовы могут все, у кого оно было раньше, а также потомки людей, проживающих когда-то на территории Молдовы и некоторых областей Украины. В общем, самое время проверить, откуда приехали бабушка с дедушкой. Интересно, что около 90% людей, имеющих право на молдавское гражданство, имеют право и на румынское. Оформляется оно дольше, но это уже паспорт Евросоюза и преимуществ у него больше. Больше, например, безвизовых стран, среди которых, кроме Евросоюза, Канада, Япония, Великобритания и Австралия. Еще румынский паспорт дает такие бонусы, как право на работу в Евросоюзе, европейские вузы, страховки и бизнес. Компания Документе МД стабильно помогает оформить молдавское и румынское гражданство с 2007 года и имеет хорошую репутацию. Сотрудники здесь говорят по-русски и румынски и решают любые вопросы. Так что переходите по ссылке в описании, записывайтесь на бесплатную консультацию и получайте молдавский паспорт вместе с компанией Документе МД. За городом на дорогах полно машин с лодками. Люди едут на озера, и мы тоже. Всего в Канаде более двух миллионов озер. Если отбросить небольшие, то останется 30 тысяч крупных. Вообще на озера жители Торонто ездят как на море. Здесь, на озере Симка, за пару лет с нуля построили целый элитный городок с пристанью для яхт. На въезде ограничение скорости. Это чтобы мы не задавили белок и енотов. Енотов здесь тьма, и скунцев тоже. Еноты, они как люди, они настолько умные. Один раз наблюдал за ними, как они стоят, ну в мой рост стоит мусорный ящик, а он, имею в виду енот, подошел к нему вот так вот, попробовал, смотрит, как бы не получается у него, он не вылезет на такую высоту. Типа зовет другого, приходит другой енот, становится ему на плечи, тот тоже не достает, подходит третий, залазит для третьего и руками раз-раз-раз, хоп, и туда залез. Вот такое было поле. Да, вообще ничего не было. Австралия, Испания, Лазурный берег Франции, что угодно, но только не Канада приходит на ум, когда видишь вот такое. Они просто здесь чилят, и они здесь наслаждаются и зимой, и осенью, и летом. Здесь как на курорте, и рядышком с Торонто. Но зимой возле такой бухточки, мне кажется, тоска. Зимой нет, совсем нет, совсем нет тоска, потому что люди работают очень близко в этих городах, которые я вот сказал, Торонто, Берри, Аврора, Генисфилл. Они на работу поехали, вечером приехали, они отдыхают, точно так же, как ты. Пошел, перекусил, кофе с тебя попил, уточком встал, нету народу, даже зимой. Ну, Тоскана, свежий воздух. Тоскана. Тоскана, как Тоскана. Люди здесь в основном живут и отдыхают. На месте бассейны, рестораны и вообще всего понемногу, кроме рабочих мест. Они в Торонто и соседнем городе Берри. Что-то напоминает, что мы в Канаде, хоккей. Классные тачки припаркованы у классных таунхаусов, и Олег уже хакает дверь одного из них. Такой трехэтажный домишко стоит миллион девятьсот. Прямо с балкона можно попасть на набережную, а мимо проплывают утки и женщины с пивком на яхтах. Это уже Олег на другом озере. Сам рыбачит, а внука отправил прыгать на батуте. Короче, оканадились ребята. Что такое канадская мечта? У вас есть коттеджик какой-то там, на берегу озера у вас есть лодочка. И вы на выходные поехали туда, на лодке, ловить рыбу, отдыхать на природе. И так живет, жил раньше белый канадец. И это для него было прямо все. Сейчас все поменялось. Многие продают свои лодки. Удивительная страна в том, как они хорошо берегут природу. Я, например, не рыбачу даже здесь, викинг. Потому что рыбалка, мне надо сначала купить это разрешение. Там потом дают книжку. Там какую-то рыбу можно ловить, какую-то нельзя. Я еще должен по этой книжке определить, что я пойбал. А потом еще надо с линейкой. Если она размера меньше или больше, я должен ее отпустить. Даже адвокат не разобрался. Я думаю, да ну, эту рыбалку. Как адвокат, Валерий занимается разводами. А в Канаде разводиться очень сложно. Если честно, смысла разводиться вообще здесь нет. Это настолько несообразно. Вы теряете во всем. Делите пенсию пополам. Все, что нажито, вы все делите пополам. Это пополам, оно иногда непонятно, где эта линия проходит. Потому что там же надо все посчитать. Поэтому после 20 лет вообще нет смысла разводиться. Уже терпите. Нанять, например, Валерия на развод, это недешево. У меня час стоит 350 долларов. И если мы идем в суд, и вот мы смотрим на весь процесс от начала до конца, то это может стоить от 25 тысяч до 50 тысяч, чтобы весь суд пройти. Но это редко бывает. Потому что в основном, когда уже человек получает второй счет от нас, он начинает уже задумываться. А может не надо мне это все спорить? Может мы можем договориться? Вы сохраняете семьи. Нет, они договорились, они все равно разводятся, но они начинают уже мирно разводиться. Что такое адвокат? Это как пистолет в руках. И с дорогими патронами. То есть и просто так стрелять налево-направо, и вот так вот махать никого не будете. Вы потом будете оплачивать адвокатов за себя и ничего за другого человека, если вы идете в суд по каким-то глупым причинам. И поэтому пытаются договориться до суда, чтобы это потом избежать. Во всей этой истории, как и вообще в Канаде, считается, что у мужчин прав немного. Это не совсем так. То есть это еще обсуждается. К сожалению, вот если читать законодательство, оно не прописано, что у мужчины нет прав и все права у женщины. Просто так получается, что изначально люди неправильно входят в брак. То есть вот мы, когда там молодые люди женятся, у них же проблема номер один – это как отпраздновать свадьбу, какой торт заказать и какой лимузин заказать. Теща думает, какой сервиз подарить. А на самом деле вот брачный договор, он просматривает себе много вопросов. Например, как будет, что делать с бюджетом, кто будет его… Очень часто происходит, там люди работают, хорошо зарабатывают, и у одного человека может быть проблема, он играет в казино. И вот он себе деньги износит, выносит. Или она там ходит, у нее шопинг, она там пошла на кредитную карту, может накупить. А тут можно кредитной картой махать вот так, без перерыва. И там уже 10-20 тысяч, и вы в долгах. То же самое с работой. Один хорошо зарабатывает, другой меньше. Но вы одно целое. Человек говорит, вот я там с утра до вечера пахал как и шаг, и теперь я должен все отдать. Но он изначально, у него неправильно было, ожидание было правильно. По умолчанию, это половина ее. Вот я пошел, купил часы дорогие, половина ее. Она пошла, купила сумку там за 10 тысяч долларов, ну половина моя. Я пошел в казино, проиграл там 20 тысяч. 10 тысяч долго – это ее. Иногда даже делится то, что вы накопили до брака. То есть это называется «эквализация», и вы эквализируете. То есть вы считаете, что у каждого было до свадьбы, и вы пытаетесь, даже если было не совсем все одинаково, у одного было больше денег, у другого меньше. То после брака вы должны как-то это «эквализация», чтобы вы были из брака, вы вышли более-менее одинаково. Если миллионер и обычная девочка, то тут будет выравнивание даже того, что было до брака. Вы знаете, что самые богатые женщины в мире, как они заработали свой капитал? Развелись, да. Может ли женщина сделать мужчину миллионером? Конечно, может. Если он миллиардер. А чем именно Канада отличается в этом всем? Ну, обычно это жена. Звонит в полицию, говорит, меня бьет муж. Приезжает полиция, его арестовывает. Домой он прийти не может. Все, жилья он лишен. Но платить он за него должен. То есть он платит за жилье, а она уже живет там одна с детьми. Здесь еще другая проблема. Если вы находитесь на статусе ПМЖ, вы еще не гражданин. Вас могут и депортировать. То есть получается же так, что началась семейная проблема. Поругались, да, что-то. Она переходит уже как это фэмилила. То есть они разводятся. Потом уголовное дело. Вот у меня, например, на прошлой неделе звонила женщина одна. Это не клиент, ничего. Просто женщина узнавала. Говорит, я позвонила в полицию, чтобы мужа забрали. Но я передумала, я не хочу так, чтобы было. Потому что она не понимала, что... Особенно иммигранты. Вал проблем какой-то. Это куча проблем. И были даже случаи, когда тоже наши приезжают, она там вызывает полицию. А через неделю они уже помирились. Они едут в машине вместе. Полиция их останавливает. У вас ордер. Вам нельзя находиться вместе. Сто метров там. Ну, говорит, ну, а мы уже все. У нас нет проблем больше. У вас проблемы. У нас уже нет проблем. И все, там, опять в тюрьму. Полиции надо вообще очень аккуратно. А по пустякам лучше не звонить. Кстати, удивительно, что они очень хорошо по пустякам приезжают. Что-то серьезно, что-то их не видно. Возмущает Валерия и проблема школ, которые могут натравить на родителей службы опеки. И потом начинают оббирать детей. Может, какие-то случаи конкретные. Это особенно происходит с восточными семьями, когда они приезжают из Востока. Это мусульманские семьи. И там воспитание детей очень строго проходит. Ремешком бьют сразу. Приходят люди, и они начинают с вами делать интервью. Они смотрят, где вы живете, в каких условиях живет ребенок. И вот они потом пишут эти отчеты. С этими службами надо очень внимательно. Они же потом на детей смотрят. Не дай бог, ребенок скажет, меня дома бьют. Они начинают его везде по синякам смотреть. А назад дороги нет? Ну, уже сложно. Когда вы начинаете этот процесс, то заднее включить сложно. Нет такого, как у нас. Пошел, забрал заявление, все дело закрыто. Тут нет, давайте разбираться. Они премии получают за то, что детей отбирают из семьи? Или что? Откуда такое рвение? Нет, это рвение, потому что они, это знаете, как в социализме, коммунизме, это все делается для того, чтобы я бы хорошо себя почувствовал. Я за правду, я за справедливость. Они же горят желанием помочь. Они думают, что они делают что-то благое. Что потом с этими детьми? Целая проблема. Их потом дают foster families. Это семьи канадские, которые этим семьям платят. То есть вы берете к себе ребенка, вам за это платят. И ребенок с вами проживает. И вы как бы его воспитываете. У Валерия и его жены Саиды один ребенок. В школе учится на английском и французском. Дома говорит по-русски и на пошту. Это один из афганских языков. Он у нас так чуть-чуть учит, чуть-чуть говорит. Но русский ему ближе, чем пошту. Да, ближе. Русский ближе, да? Да. Он там в садик ходил в русский. То есть он, например, мы с самого детства ему садик выбрали. А баба дети говорили. Да, плюс еще бабушка, бабушка, девушка говорит на русском. Сегодня мы хейли будем вот так побеждать? Да, конечно. Конечно. Это Олег поговорил с внуком. И мы пытаемся разобраться с офисной кофемашиной. Работая в крупном офисе, Олег заметил большие отличия от нашего менталитета. Ссоры, скандалы, драки. Нет, нет, это все недопустимо. Если тебе чем-то мешает сосед, замечания можно сделать только через менеджера. Когда ты делаешь напрямую для человека замечания, они могут, скажем так, этого не понять, обидеться и так далее. Я работал на предыдущей работе. Огромный колл-центр. Сзади меня был товарищ, скажем так, с другой стороны. И у него так не очень, каждый вечер не очень хороший запах исходил из его убы. А рядышком сидел у меня менеджер. Я ему даже не сказал, я не ему сказал, и не менеджер сказал, а надо же просто написал, который вот так вот за перегородкой сидит. Я ему написал, ты можешь сказать, пожалуйста, что вот, если ты приходишь в публичное место, чтобы все чувствовали себя комфортно, находясь рядом, образно говоря, с тобой. Ну нельзя просто сказать ему, помой ноги. Нет, нельзя. Некрасиво. Потом они же из меня еще и виноватого сделали. Это не было сказано, но я это чувствовал потом. Этот взял, ему сказал, но ничего не изменилось. Он ничего не поменял. И вот такая система, что из тебя еще могут сделать дурачка. Это чувствуется здесь во всем. Я это за неделю понял, что как бы не суйся никуда. Такая логика. Никому не замечание, ничего. Ну хорошо, но это же как-то вот, с нашей точки зрения, это нелогично. Это наш менталитет такой. Можно решить проблему, вот поговорив напрямую. Но нет, здесь так не принято. Если тебя ударили, нужно повернуться, так улыбнуться для начала, а потом сказать, не бей меня, пожалуйста. Нужно убедиться, что как бы ты не ушиб его кулак своим лицом случайно. Да, потому что он еще потом возьмет и напишет на тебя, он скажет, что ты был виноват. И видно, что вот эти все бездомные, которые ходят, хулиганят, шумят и прочее. И молодежь, которая тоже там буянит на улицах, они прям паразитируют. Они понимают, что безнаказанность существует. Их никто ни за что не накажет. Никто никогда никому замечание не сделает. Можно идти там бить бутылки. Кто, кто сделает замечание, он еще будет виноват. Конечно, минусы есть. Я, например, не понимаю, почему по дороге я еду, и где нужно ехать 60 или 70 километров, я должен ехать 40 километров в час. Потому что впереди меня едет велосипедист. Потому что велосипедист, он как водитель автотранспорта. Можно оказаться виноватым прям вот ничего не делая. В начале, когда я приехал в Канаду, да, меня многие, скажем так, много чего не устраивало. А потом я себе так понял, что эту систему ее не изменить. В каждой стране есть своя система, есть свои правила, есть свои законы, разные люди. Зачем тебе кому-то что-то доказывать? Обычно при поиске работы человек отправляет запросы в разные компании и ждет, что его где-нибудь примут. У риэлтора все наоборот. Риэлтор ищет себе работодателя. И риэлтор решает, будет он работать с этим брокерджем или нет. Но все равно ты голову ломаешь, как бы мне продать побольше. Ты все решаешь. То есть ты, от тебя только зависит, сколько ты клиентам найдешь, сколько ты продашь, сколько ты купишь. Никто тебе ничего давать не будет. Олег может работать в офисе, когда захочет. Сегодня работать никто не хочет. Сегодня работать никто не хочет, только я. На воскресенье все-таки. Ты приходишь, ложишь свой тревожный чемоданчик. Что там? Я его... Это целый мешок. Я прилетел на другой конец света, у меня меньше багажа, чем у тебя. Только не здесь. Вот здесь. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Десять килограмм. Ну, здесь, как обычно, это компьютер, прибор, который замеряет длину, ширину дома или квартиры. Когда идет зум-митинг, я делаю умный вид и слушаю его. И огромное количество еще разных файлов, папок. Ну, они, в принципе, и создают вот этот вес этой сумки. Все мелким шрифтом. Видишь? В компании 600 человек. Есть русскоязычные, но в основном азиаты. Очень много иранцев, очень много китайцев. Этот брокер, именно, где я работаю, здесь больше 50% иранцев и китайцев. Не каждый может что-то продать. По статистике, примерно 20% риэлторов, они могут иметь 100 плюс сделок в год. А остальные 80 могут иметь одну или вообще не. Ну, и там одну сделку на год, это как бы не проживешь. Поэтому очень у тебя денег нет, ты садишься на убор, поехал деньги, заработал. Или на стройку пошел. Как к кому? Но, чтобы быть успешным риэлтором, нужно работать фулл-тайм. Не получится так? Нет. Сидя на унитазе, раскидывать листинги? Нет, очень большая, огромная конкуренция. Когда я продаю тебе квартиру или дом, это может быть от 1 до 5% за подстоимость объекта. Я продал один дом в хорошем месте, отсюда находятся километров 30. У меня зарплата, я получил комиссию достойную, получил достойную зарплату. Ну, это несколько, несколько десятков тридцатьевых городов. Это один из самых дорогих районов, а может быть даже и всей Канады. Пускай будет Антарио, точно. Тут мы проезжаем мимо дома рэпера Дрейка. На входе его бронзовая голова. Дома здесь идут от 5 миллионов и выше. По базе Олега мы пробиваем самое дорогое и самое дешевое жилье Торонто. Самая большая, 34. Она находится недалеко. Это фактически там 18 комнат и 8 дешевых. И она больше 500 номеров. Но ее никто не покупает уже почти 500 дней. Дешевое найти сложнее. Одна квартира. Давай попробуем. Вдруг есть. Например, 200. Нет, одна короче. Одна за 250. Вот это самое главное на то, что люди обращают внимание, когда покупают квартиру. Верешь maintenance fee. Это 717 ты платишь каждый месяц. Это ты платишь за то, что у дома там, наверное, есть. Бассейн, джим. За то, что они садят цветы вокруг дома. За то, что они убирают снег. А свет, вода, газ – это дополнительные. Короче, покупаешь квартиру свою вроде бы. И продолжаешь платить аренду за нее по 700 баксов в месяц. Недавно наводнения охватили всю Восточную Европу. Торонто тоже часто подтапливает. Особенно в этом месте. Из-за ливня и вот этой речки, которая поднялась, она здесь все залила. Вот здесь была вода. Здесь машины не могли проехать. Где-то недельки-две назад. Частое явление? Ну, не часто, но бывает. А как раз в годе где-то бывает. Мы подъезжаем к району Митика. Это что-то вроде второго даунтауна и такого дубайского, что ли, района Торонто. Сюда переселяются самые счастливые молодые канадские семьи. А если денег нет, то влюбленные пары приезжают сюда целоваться и делать селфи на зеленой лужайке с видом на центр города. Вот эти все конды, они были построены в течение 10-12 лет. Сюда очень много людей приезжает, в частности, с Украины. Внизу ресторанчики, барчики. Вон там, куда мы идем, зимой заливают такой искусственный хоккейный корт. Приезжает молодежь, играет в хоккей. Чтобы попасть в квартиру, Олегу надо пройти квест и найти нужный сейф с ключом. Ино раз, когда ты не знаешь инструкции, вот ты мне скажи, вот как можно. Ино раз бывает такое, что ты каждый открываешь. А тебя люди ждут, и у них время лимитировано. Мы открываем... Приз автомобиля. Приз автомобиль и пентхаус. Пентхаус 2 миллиона 190. Недорого. Вообще, считай, за бесплатно. Бери 2. Пока есть возможность, пройдусь по квартире миллионера. Под ногами болтаются яхты и странные крыши соседних домов. Тут как будто советская остановка. Добро пожаловать на самый лучший вид. Вау! Торонто. Торонто-мама! Коленки-то дрожат немножко. Ох, как высоко. Прическу как можно попортить. Да, и штаны можно попортить. Снять квартиру для мигранта здесь тяжелая задача, потому что потом выселить неплательщика очень сложно. Они могут задать тебе там от 10 до 30 вопросов, прежде чем они решат, брать тебя или нет. Если они ошиблись и взяли человека, который завтра скажет, например, я потерял работу, у меня нет возможности платить, все, они попали. А выселить его сложно, потому что практически невозможно. Ты ему ничего не можешь сделать. У нас проще. Сказал, две недели выехать. Конечно, люди сюда приезжают и говорят, почему так сложно здесь снять жилье. Вот из-за этого. Потому что вы только приехали, вам никто не верит вообще. Как вариант найти гаранта среди канадцев? Если вдруг что-то случится, к нему придут. Его юридически тоже обязывают. Конечно, он будет выплачивать за тебя, понимаешь? Либо второй вариант, ты говоришь, ну, кроме первого-последнего месяца, как принято, я еще заплачу там 5 месяцев наперед, там, ну, например, образно, там, 6-7 месяцев в total, in total, да? А кто-то может сказать, я заплачу на год вперед. Валерий как раз тот человек, который попал. Не выселишь очень тяжело. Я до сих пор не могу выселить. Я сдаю квартиру, ну, очень давно, и все хорошо было. Я это делаю, наверное, с 10-го года уже сколько? 14 лет. Это первый раз, когда человек отказывается платить. И с марта месяца он не платит. Что адвокат делает в такой ситуации? Идет к адвокату или сам разруливает? На самом деле, это трибунал, это не суд. И там нет адвокатов, к сожалению. Если бы они там были, там бы давно навели бы порядок. Владелец жилья – это, блин, второсортный человек. Последнего спросят его мнение. Как адвокат по семейному праву, я могла сказать, что и мужчина здесь тоже. Дисправка, второе, по сорту человек. Но Валерий не в самой тяжелой ситуации. Люди набрали квартиры и дома в ипотеку. Здесь это прям must have. У тебя обязательно должна быть ипотека. Подскочили проценты. Что сейчас? Банкротятся люди? Что им делать с этим жильем, которое они набрали и не тянут уже? Пытаются продать, чтобы хоть как-то минимизировать свои убытки. Чтобы как-то хоть выйти хотя бы, ну не в плюс, но хотя бы в ноль. На моей улице продают, продают. И что-то никто пока ничего продать не может. Отбивать кредит можно сдавая часть жилья. Например, подвал. Так делают многие, но не Валерий. Это место, которое мы могли бы сдавать, но мы его не сдаем. Вообще особо не хочу, чтобы кто-то у нас еще был дома. А если вы сдаете студентам, то у вас еще лучше. Вы начинаете там делать вот эти коморки. Сдавать это студентам по кровати. Вот Брэмтон – это известный город, где очень много из Индии людей проживает. И там это модно – сделать дом, вот эти комнаты. И там в подвале будет 10-20 индусов жить, и в кайф. Кроме инструментов для машины, у Валерия тут очень дорогая коллекция ретро-компьютеров. Apple стал Apple благодаря вот таким компьютерам. Вот это монитор, и это идет вместе. И такое самое, наверное, у меня, что я нашел, что тяжело было найти – это первый лэптоп. Это Бандура. Ничего себе! Это лэптоп. Это лэптоп. И он очень тяжелый, 8 килограмм. Гараж Стива Джобса примерно так выглядит. Вон еще он сколько. Вот этих у меня штук 8, по-моему, я не знаю. Это мониторы были. Это iMac. Вот самое первое, что у них вышло такое популярное. Вот здесь это 500 этих кассет или 400. Офигеть! А что за котел сейчас работает? Или это вентиляция? Это так, в принципе, все дома устроены. То есть у вас в подвале система охлаждения и отопления находится в подвале. То есть, например, кондиционер находится на улице. И идет труба. А это уже воздух идет по всему дому. То же самое теплый. Когда горячий воздух, так же он дует зимой. Опять же, мы здесь очень давно. И нам на самом деле даже смысла нет переезжать. То есть мы переедем в какой-нибудь дом рядом. Но он может быть чуть-чуть побольше. Там на 500 квадратных фитов. Как бы чуть-чуть может быть побольше. Но, в принципе, это будет одно и то же. Все равно кассетами все заложите. Ну да, но подвал нужен побольше. Несколько ночей я провел как раз в таком подвале, который сдают индусам. Комната стоит дороже, чем у нас хорошая квартира. А перегородки такие, что слышно, как сосед говорит по телефону. В общем, в ванне просто бешеный срач всегда. Слой грязи. Волосы чьи-то. Жесть. Кухня тоже общая. Говорят, воду в Канаде можно пить из крана. Но я кипячу по-любому. В поездке опасно пить все подряд. Радуют кленовые печеньки. Тут они самые популярные. Странный вкус у клена. Никогда такой не пробовал. Но и не забыть уже, потому что он специфический. Чем-то мне отдаленно напоминает ореховое масло. Но тут специально указано, что никаких орехов нет. Если ночью все шумят, ранним утром уже никого нет. Большинство мигрантов в Канаде живет так. Снимает какую-то койку максимально дешево и пашет с 6 утра, желательно на двух работах. Только в подвале три комнаты. На верхних этажах тоже комнаты. И некоторые комнаты, как я понял, еще разделены на 3-4 спальных места. Короче, из одного дома устроили целый хостел. Район зато отличный. Правда, из престижного превращается в не очень. Потихоньку захватывают мигранты. Только вышел из дома утречком. А здесь такое. Вообще бесстрашное. Ничего себе жирность. Если прокатиться по району, видим, что есть очень узкие дома. И мы с Олегом заходим как раз в один из них. Между домами только узкий проход и заборчик. А это главная комната в доме. Она на всю его ширину. С террасы можно легко заглянуть к соседям. Такие дома в Канаде очень популярны, где есть два отдельных независимых входа. Хозяева пользуются первым и вторым этажом. Подвал можно пересдать. И этими деньгами частично перекрывать ипотеку, в которую берется дом. Здесь отдельный вход. И хозяева с жильцами не пересекаются. Если брать такой дом в ипотеку, то сколько ипотек в месяц примерно? Ну, приблизительно он будет платить где-то 7 тысяч за весь дом. А если возьмем туда тенанта, он ему будет платить где-то 1800-2000. Ну, и как бы 5000 останется ему, и 2000 оплачивает человек, который здесь живет. Огромное количество людей, которые живут в бейсментах, люди сдают. Ну, я бы сказал, где-то 70% бейсментов, которые сдают хозяева, они не официально построены. Мы искали дешевый район Торонто и не нашли. Нашли только относительно доступный. Вот это районы Тобика. Очень много людей приезжает сюда из Украины. Селятся в этих домах. Очень близко к озеру Онтарио. Хорошая инфраструктура. Очень близко к даунтауну. Если нет трафика, минут 15-20 на машине ты уже можешь добраться. Здесь цена где-то в районе 1800, если учесть то, что средняя цена на 1-бэнерную квартиру в Торонто, это где-то минимум где-то без 100. Этим домам уже по лет 50. Ну, типа наши хрущевки. Да. Вот это французская школа. Белки у вас реально черные. Да. А где рыжие? Рыжих нет. Рыжие у нас. Это мой первый выпуск о Канаде. Но на канале уже есть ролики об Англии, Франции и, например, Южной Америке. Ссылки есть внизу в описании ролика. Открой их в новых вкладках, пока досматриваешь этот ролик. Будучи нелегалом, откладывать деньги Андрею было тяжело. Ну, на тачку накопил. Ну, да. Пахал, прям, можно сказать. Я брал ее за 10 тысяч. Пахал конкретно. Ну, ты понимал, что вот херачу на машину? Да. Потому что здесь без машины, да, очень-очень тяжело. Ну, легче стало с машиной? Да. Больше, как бы, возможностей для, как бы, при движении для себя, как бы, если ты хочешь там, вот. Ну, да и на любую работу, если ты пойдешь, как бы, там, работать. Первое, вот, просят, как бы, транспорт есть, можешь, как бы, вот туда доехать или туда. У меня, может быть, в любом городе, как бы, тоже работа. И надо передвигаться. Почему вот просто не бросить стройку, крыши и не сесть на Uber? Вот в чем выгода? Ну, потому что там я, как бы, уже, получается, я беру объект и делаю его. Я не работаю, знаешь, как помощник, например. Мне, как бы, уже нормально. Просто больше, да? Да. А на Uber нельзя столько зарабатывать? Думаю, нет. Вот ты пару лет работал нелегалом. Сейчас у тебя легальная работа. И ты резко начал платить налоги. Не упали твои доходы? Упали немного. Серьезно? Они сейчас ниже? Потому что, да, потому что процент очень большой на налоги. И это чувствуется. Ты теоретически мог бы продолжать работать нелегально, чтобы платить меньше налогов. Почему вот ты так не делаешь? Если ты хочешь что-то, там, взять официально, там, например, или, там, кредит на машину, например, вот это. Это все надо показывать. То, что ты работаешь, как бы, легально. У тебя, вот, этот доход идет весь, как бы, легальный. И это все нужно, как бы, для твоей истории здесь. Короче, это на будущее нужно по-любому. Да, нелегалам трудно так, знаешь, типа, оформиться нормально. А вот здесь вообще Манхэттен. Ну, дороги, как у нас, примерно. В принципе, здесь они еще хорошие. Заехав в даунтаун, голову можно свернуть от высоток и зрение потерять от мигалок. Скорые, красивые пожарки и очень много полиции. Сегодня они тут все поперекрывали. Все блестяще и красиво, но можно легко повернуть не туда и наткнуться на упоротых и спящих на полу ребят. Палатка на перекрестке – это тоже нормально. Даже в самых туристических местах не всегда приятно. Тут обычно зимой каток. Ты катался? Да. Андрей много работает, но иногда и отрывается. На этих выходных снимал с друзьями коттедж у озера. Недавно тусили и в клубе. Здесь их целая улица. Тут все клубы, да? Да, да. Много заведений, где можно посидеть. И сколько вот ты за раз примерно оставляешь денег в таких движухах? Да, можно где-то. Обычно 200-300 долларов можно свободно ставить. Ну а вот реально замутить с канаткой, с местной девчонкой? В принципе, да, реально. Но тут как-то, знаешь, они так особо не ценят вот эти, знаешь, как, может, там у нас с Молдовью отношения вот эти серьезные, что-то такое. Люди здесь больше тусят, больше отдыхают. А как они ведут себя там в клубах? Много бухают вообще? Или там драки какие-то видел? Драки особо нет. Но бухают, да. Жестко тоже. Ты всю неделю пашешь, знаешь, на работе. И вот какой-то там выходной, выбираешься, например, в город, в папку, да, и просто как бы. И хочется оторваться. Да, разгрузка, чтобы такая конкретная была. А много можно встретить, ну там русскоязычных, например, девчонок в клубах? Да, да. Тут есть, в принципе, даже прям дискотеки, где только, в принципе, такие и ходят. Там можно свободно, да, познакомиться. Супруга Валерия тоже адвокат. Так и познакомились. Жена говорит по-русски. Да, я могу дитью. Хочешь тапочки? Это тапочки, да. Нам спасибо большое. Хочешь тапочки? Hello. Hello. Это... Тёща приехала. Speak a little bit English. Yeah, но чуть-чуть говорит по-английски. Мама Саиды. Вот, и она у нас сейчас кастит. Поэтому... И как долго? Уже полгода. А вы между собой как больше? На каком языке говорите? На английском? Ой, у нас целый микс. Она говорит очень хорошо на русском по сравнению с моим афганцами. То есть я вообще никак, только пару слов знаю. Отмечают вместе и Рамадан, и Пасху. Это есть Канада. Вот что такое Канада? Это когда, там, скажем, вот я русский, жена афганка. Или даже вот соседи, там сосед араб и сосед еврей. И все живут мирно-дружно. Но сейчас уже не совсем мирно-дружно, чуть-чуть начинает шатать. Мы очень одинаковы в плане наших ценностей семейных. Вот, что у нас разные культуры, но на самом деле вот это ядро, которое вот оно, оно у нас на самом деле очень одинаковое. И мы, сами этого не подозреваем, но мы очень близки, например, к этой культуре. На самом деле афганцы очень хорошо относятся к русским. И такого нет. У них нет презрения какого-то или там... Что вот мы воевали, да, и типа враги. Да, если бы Россия, например, как-то была в хороших отношениях с Афганистаном, то, например, не было вот этой бы проблемы. Ну, как афганцы считают, что вот тут не было бы Америки, не было там вот этого всего. Потому что за 20 лет там никак бы ничего не улучшилось. Про талибан шутки есть у вас в семье? Или это не смешно? Что-то мы не будем говорить. Или это не смешно? Да, почему нормально? Смешно? Но у нас между собой мы нормально в этом. Тетяша у нас вот молится, она так у нее по правилам. So Friday we go to mosque and Sunday we go to church. А русских церквей здесь рядом... Ну, есть одна маленькая там, но это в центре города уже. А мечети здесь намного больше. Свинилого дома у нас нет. То есть у нас иконы. Ну, здесь только православные, вижу. Ну, да, у нас Коран, ну, где-то, не знаю, лежит. Ну, в этой комнате победила православие. Это одевают, когда у них праздник, то они это одевают. И когда, например, у них вот этот Рамадан, то они вот одеваются, эту одежду, и я их везу в мечеть. У меня тоже есть афганская одежда. Да, да, это, но я ее не ношу. В то же время у нас есть наши русские вот эти, как они называются, платки. Ну, без кокошников. Но она тоже их одевает. То есть вот русские платки она тоже будет носить. Да, здесь у нас будет, да, Библия и Коран тоже везет. Рядом. Ну, на всякий случай одно на другое не кладете. Рядом. Рядом. И так, как в ухе, еда очень вкусная. Еда нравится. А что самое любимое? О, так много. Пельмени? Да. Пельмени, сирники, борщ, уха, блинчики. Салат оливье. Да, оливье салат. На Новый год. И желе. Холодец. Холодец. О, да, холодец хоть, классная еще. О, очень вкусная. Валерий убедился, что еда у афганцев очень похожа. Афганская еда тоже еда. Мясо, картошки, рыбки, огурчики, грибы. Это наши ингредиенты тоже. So, we have here kebab. Халал-кабрец. Это кебабы. Да. We eat halal meat, but we have beer here. А, ну у нас уже биро есть. Да, как бы так ни положено, но у нас будет... Но мы в Канаде. Но у нас целый этот... Это все клиенты мне дарили. Кто из Белоруссии, кто... Тут из Украины были тоже, из Польши привозили. Жванецкий, это из Одессы. Это подарки, мы их не пьем. Алкоголь для Саиды. Самый большой шок. То есть алкоголь, это вообще шок для афганцев. Алкоголь... Валерий мне сказал, он не пить алкоголь, да? Когда мои знакомые... Я не знал алкоголь, как это. Что это вообще такое? Да, потому что наша культура, это ниндзя. Абсолютно ниндзя. Сейчас я знаю, что русский нормально. Много года назад я только думала, если кто пить, это значит, что этот человек очень... How do you say? Или depressed? Или something happened? Но когда я знала, что Валерий выпьет... Ну, когда пьет русский, как-то веселее становится. А Валерий тянулся к баяну и начинал плясать. Мне сказали, что ничего нет, я очень рада, что нет, проблем нет. Но сама не пробовала никогда? Нет, нет, я не могу. Я думаю, если я попробую, наверное, я буду... Я умеру. Она про алкоголь ничего не знала. Она даже не знала разницы между вином, пивом и водкой, виски. Все яд. Все одинаково, все плохое. Если я выпиваю, то это дома. Как адвоката тем более. Это может тень бросить. Я вообще-то автоматически теряю лицензию, если меня за рулем пьяным. I think about Russian culture different from us. К нами, когда гости или или дома, женщины кушаешь отдельно? Отдельно. И мужчины кушаешь отдельно. Вы это соблюдаете иногда или когда гости? Смотря какие гости. Если наши, то нет. Они не поймут наши гости, если это их гости туда. Если приходит, например, к Саиде знакомая, женщина какая-то, то я не нахожусь. Я либо в подвал ухожу, либо наверх. То есть у меня рядом нет. Они меня даже не видят. А почему? У них не принято так, чтобы... То есть женщины, они отдельно с женщинами, и мужчин там нет. Там даже если ее муж привезет в гости, то... Он оставит ее и уедет. Да, он ее оставит и уедет. Но он знает, что она будет одна женщина, там нет других мужчин. Где как ни в Канаде я поем афганской еды. Это что? Это очень популярные ресепты. Так, значит, это плов. Да, это именно афганский плов. Они возьмут там вот этот как кебаб, они его завернут в лепешку, они будут его... Это как ты едешь, да? Да, они едут с этой штукой. И еще добавляют вот этой штуки. Да. И вот это считается афганской еды. Ну а вот в вашем офисе, вот канадцы, которых можно назвать коренными, у которых и родители тоже тут родились, вот в процентах, можно примерно вот на вскидку? Это очень маленький процент. Коренные стараются жить подальше от центра. Они себе просто, когда приходят пятница вечера, они не едут до Унтауна. Они садятся на себе на трак, привязывают, прикрепляют к себе катер и уезжают на москоку. И там, где у него в коттедже они селятся, ловят рыбу, читают книжку. И когда ты мимо проплываешь на другом катере, они тебе машут рукой. Уезжайте из Канады. И они улыбаются. Когда я пришла в Канаду, первое время, когда я ходила в интервью в Дон Торонто, прямо в Дон Тон, близко к Бей-стриту, там был этот белый человек, и я была ковривая голову, и он сказал, что-то вернусь в ваш страну. Я просто ходила в интервью. Это мой первый интервью. Может, я возьму этот работой. Я специально отберу у вас. Сейчас работаю. И потом, второй раз, когда моя мама посетила меня, и это было в Дон Торонто, это было в Дон Тороне, близко к церкви, к которому мы ходили. То есть, там был этот старый белый человек, и он сказал, что-то, 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 что-то из-за нашего страны. Маме, наверное, вообще сложнее, она по-английски, если плохо говорит. Но мама очень, потом, она боялась. И испугалась. И она сказала, что-то, что-то не вернусь в Канаду. Это было, когда у меня не было это рядом, потому что они не думают, что я русский. С кем путают? С иранцем. Да, в автобусе тоже было. Ну, там были афроамериканцы, это молодые девочки, которые... Афроамериканцы. Да, но давайте не говорим так. Послушай адвоката, не говори так. У них именно вот чувствительность к темнокожим реально такая же, как в Штатах примерно? Нет, это уже сейчас пошло такое, потому что началась вот эта тема Black Lives Matter. И они начали эту тему здесь тоже развивать. Хотя в Канаде никогда не было рабов. Здесь вообще не было никого. Здесь вообще были просто белые люди и был холодильник. Тут холодно, и никто сюда не ехал. Канада существует на самом деле всю 150 лет. Ну, чуть больше сейчас. И там, как она основалась. Например, канадского гражданства не было до 1951-1952 года. То есть вы канадский паспорт, но не могли его иметь. Только после Второй мировой войны появилось такое, как вот канадское гражданство и канадский паспорт. Несмотря на близость Канады и США, по мнению Олега, менталитет у них отличается. Канада, она попроще. А Канада, это Украина? Нет, Канада, она попроще. Люди из разных стран, они попроще, они добрее. Как-то там напряженно. Вот перенасыщение оружием. Огромное количество, огромное количество вот таких случаев. Перестрелка в школе, перестрелка в колледже. Погибает там 5, 10, 12, 17 человек. Здесь в Канаде, ну, как бы, такого нету. Кто устал от перестрелок в Канаду отдохнуть? На уикенд, без пушки. А ты рассматривал вообще Штаты? Вот все время, которое в Канаде живешь? Ну, подумывал, наверное, хотя бы. Когда мне было 20 лет, я рассматривал все. Сегодня Пакистан, завтра Америка, послезавтра Канада, послезавтра Молдова. Я когда хотел эмигрировать, у меня было два выбора. Уехать в Австралию или уехать в Канаду. Потом через... О, конечно. Очень мне нравится здесь в Канаде, что вот отношение такое вот к людям. Они подойдут, они у тебя спросят разрешение, он видит, улыбался, там, можно ли взять. Ну, не так. Ну, вот Падедуля, как будто это искренне. Искренне. В попытках рассмотреть США мы поднимаемся повыше. В той стороне, вот там, где дымка, вот там, где эти трубы, вот это озеро Антарио. Если ты переплывешь, через него ты уже попадешь на американскую сторону. С правой стороны Ниагара, с левой стороны, образно говоря, Монреаль, Квебек, Атлантический океан. Эта часть города далеко не даунтаун. Но тянуть финансово эту квартирку тоже будет нелегко. Вот эта квартира будет стоить, ну, примерно где-то 3400. 3400, 3500, 3550. Это баксов в месяц? Да, да. Однокомнатная квартира, там, меньше, чем 50 квадратов, где-то, ну, 2400. Также он должен купить страховку, она называется Tenant Insurance, которая защищает самого Тенанта. Например, к тебе пришли друзья, и кому-то плохо стало, упал, с балкона разбился, да? Потому что хозяин не берет за себя ответственность на 3G, бассейн. Это йога-студия. Кто-то не выключил бонус. Да. Не жалко, как она, да, все-таки. Здесь, вот они могут помыть собаку с улицы, когда приводят сюда, они могут здесь помыть собаку, чтобы у нее чистые лапки были. Отдельная комната для этого. Да, отдельная комната. Эта работница вообще не говорит по-английски. И вместо того, чтобы показать нам дорогу, ей проще просто нас отвезти за ручку. Ну вот, а это так называемый лаунж. Вот такой люди здесь тоже могут себе устраивать, если у тебя день рождения, или прийти просто посидеть, почитать. Ну, если у кого-то реально тут день рождения. Из этой квартиры в даунтауне видно остров. Одно из главных развлечений Торонто. Вот это напротив, он называется Ontario Island. Это водное такси. Ага, жалко. Ты берешь это такси и едешь туда, на Ontario Island. Эта квартира стоит 2,5 миллиона. Если бы за такие деньги я тут поселился, из бассейна бы не выходил. Это главная спальня, когда проходит шоуинг. Запрещено и для риэлтора, и для людей, те, которые смотрят квартиру, запрещено пользоваться чем-либо. В том числе туалетом. Ну и вам принять хочется, понимаю, но нельзя. Нет, нельзя. Еще каждый риэлтор должен оставить визитку. Тут их целая гора. Когда сюда приезжаешь, не только я, многие люди, они приезжают и начинают писать в резюме. Я был там менеджером. Там по продажам, у него резюме вот такое. И везде менеджер, 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 менеджер. Значение слова менеджер у нас и в Канаде очень разные. У нас менеджер это чуть ли не каждый консультант, а тут это директор. Что за страна менеджера? Все приезжают и все менеджеры. Вот это да. Каждый риэлтор имеет вот такие сайны. Когда он продает дом, например, в той стороне, у него есть свой листинг, он выставляет такой сайн на главных перекрестках с именем, телефоном и со стрелочкой, где продается дом. Ну а нет войны какой-то? Не подъезжают конкуренты? Не сбивают их? Нет. Нет. Какой он нет? Какие работы были? Работа была первая. Меня знакомый, он устроил на, у меня же не было английского языка, он меня устроил к своему, на ту работу, на которую он когда-то раньше работал. Это разборка машин. Это пару месяцев поработал, особенно эта зима, я помню, была. Градусов 20, минус 20, минус 30. Холодно, тебе нужны эти все машины, а они на улице. Эти машины нужно было разбирать, понимаешь? Еще и руками ледяное железо. Тебе же поджимаюсь раз там 10-20 от земли, там пробежусь, потом хоп, обратно становлюсь и там откручиваю. Такое, это моя была первая работа. Вот ты не можешь стать сразу риэлтором, это у нас ты можешь стать. В баню пошел, услышал, риэлтором хорошо быть, завтра на другое утро напечатал визитки, и ты уже риэлтор. Тут так не бывает. Нет, конечно. Ты должен здесь учиться, чтобы сдать экзамены, чтобы получить лицензию риэлтора. А что на экзамене было? На экзамене очень много нужно учить. Один, там по-моему, сдаешь то ли 7, то ли 8 экзаменов, и каждый экзамен, чтобы его сдать, нужно, у меня была книжка, ну вот где-то вот такой толщины. Там же очень много же законов, правил, код правил, как работает риэл эстейт, как нужно относиться друг к другу, как нужно обслуживать клиентов. Я же закончил здесь еще колледж. Я закончил здесь колледж, он называется Джордж Граунд колледж. И, кстати, у меня было, наверное, где-то 12 предметов. И вот на удивление, я помню, я учился где-то около 10 месяцев, и на удивление, я помню, мне все предметы нравились. В общем, нужна не вишка в Канаде, обращайтесь к Олегу. Он точно в этом профессионал. Контакты будут внизу в описании ролика. Прямо в даунтауне мы нырнули поесть. Что тут, типа столовки. Да. Я когда с внуком еду туда на остров, сюда привожу и его кормлю. В столовке что прикольно. Вся еда по одной цене. Хоть макароны, хоть мясо. Все 2,79 за 100 грамм. Я, дурак, набрал макарон, пока еще не знал, что они по цене креветок. На кассе все взвешивается в одном контейнере. Назовем это национальной канадской едой. Микс. Мексиканской. Азиатской. Итальянской. Итальянской. И вот это, наверное, дусы принесли. Да. И только нарезает пиццу. Еще с украинскими, с украинскими скиллз. Впервые я макароны заедаю пиццей. Серьезно? Это теперь будет у меня ассоциироваться с Канадой. Рядом с нами очень странный байкер. Я впечатлен с твоим униформом. Ты выглядишь как айронмен. Ты понимаешь? Какая-то... Инжирный маккер. Мы приехали на кладбище. Казалось бы, не к обеду вообще тема, но они тут такие милые, что хочется организовать пикник прямо между памятниками. Ну, я бы предпочел лежать где-то в таком месте, чем у нас. Ограждение, блин, какие-то эти заборы. Могила на могиле. А здесь хоть бери покрывальце и пикничок. Смотри, как тихо здесь. Да. Никто не шумит. Даже эта муха-убийца не шумит, а просто села на меня покататься по району. А это типичный канадский дом престарелых. Люди на пенсии, вот здесь они живут. У них ресторанное питание, там завтрак, обед, ужин. За ними няне ухаживают. Я сегодня пассажир, но пассажиров тоже здесь часто штрафуют. Вот я недавно заплатил штраф. Около 300 долларов, где-то 278 долларов. За то, что я ехал не за рулем, а в машине с человеком, который другой был за рулем, я был сзади, посередине сидел, и я был не пристегнут. Потому что полиция остановила и дала штраф мне, который сидел, пассажиру, который сидит сзади и не пристегнут, и выписала штраф. А водителю вообще ничего не было. Он сказал, дайте ID. Потому что, когда потом он тебе уписывает этот штраф, там же все написано, твое имя, фамилия. Как водитель Олег тоже попадался. Если штраф заплатить быстро, скидка 50%. Я, когда приехал сюда, в Канаду, первую неделю у меня был такой jet lag, что я вот именно в 12, в час дня, я ехал за рулем, и я просто засыпал. У меня глаза, мне нужно было спички вставлять, я не мог ехать. Ну вот я два раза был нарушил, пересекая на красный свет светофоры. Я помню, мне выписали первый штраф. Где-то около 250 долларов. Я вот пошел в суд. Тогда еще в суд, не онлайн. И они мне скостили его, по-моему, наполовину. Я там заплатил где-то долларов 125, наверное. И за рулем, то не грамма, только безалкогольная. Во-первых, вас лишат прав к минимуму на год. Потом там будет штраф. И обычно берут адвоката, адвокат это дорого. То есть вы примерно на 1010 уже только по финансам попали. А что если не брать просто адвоката в такой ситуации? Ну вы просто, да, во всем виноват. То, что вам предъявили, вы со всем согласились. И вот потом у вас, вам надо будет как-то думать, что у вас будет criminal record уже. То есть вы даже в Америку не сможете поехать. По словам Олега, при переезде важно общаться с теми, кто правильно прошел путь адаптации. Иначе можно повторить чужие ошибки из-за неправильных советов. Счастливчики те, кто приехал и принял ее. У меня есть родственники, которые недавно приехали. Они только здесь три месяца. И они счастливы. У них еще профессии такие, которые вот так вот востребованы. Жена, она работает, она всю жизнь проработала с детьми. А он работал как зубной техник. Это тоже здесь востребовано. Не так много хороших. И относительно они быстро нашли себе работу. Но это очень редко бывает. Среди мигрантов очень большая конкуренция. В эту страну приезжает в том, в 2023 году приехало около двух миллионов человек. Включая студентов. Студенты здесь из этой цифры, они где-то около 800 тысяч набирают. Потом это беженцы, ордпермиты, люди на перманатрезиденции. Около двух миллионов. Ну и они же грызут зубами асфальт. Конечно. И канадцы пока всех терпят. Я когда был приехал, мы пошли в парк. И на другой день сидим там этих гусей или кормили. Подошли канадцы, сказали, здравствуйте, доброе утро, как дела? Мы говорим, здравствуйте, вы что приехали только? Мы говорим, да, о, welcome to Canada. Бла-бла-бла. Ну вот так вот. И звонят в полицию. Люди, которые приезжают сюда с детьми, если они не айтишники, если они хотят работать, так сказать, головой, как мы привыкли, головой работать, а не руками, им здесь будет очень сложно. Здесь эта страна идеальная для тех, кто там работал, окна ставил, крыши, полы делал. Здесь кто приезжает сюда и хочет работать мозгами, головой, а это очень сложно, потому что сюда приезжает огромное количество людей с разных стран, с разных стран, и очень много молодежи, и мозги есть у всех. Не тянет домой? Меня, в принципе, пока что нет. Может, знаешь, поехать там родных увидеть, вот-вот, а так, чтобы обратно там поехать, я, наверное, не смогу сразу там привыкнуть, да, могу поехать, чуть побыть туда-сюда, но я думаю, через какое-то время я захочу обратно приехать. Что родные говорят по поводу того, что ты здесь? Ну, привыкли уже. Ну, что сказать, Канада – другой континент. Свой менталитет, свои причуды, свои минусы и плюсы. Так или иначе, похожие плюсы перевешивают, раз людей сюда рвется все больше. Это был первый мой выпуск об этой стране. Еще будет, как минимум, несколько. Чтобы не пропустить их, подписывайся на мой YouTube, Instagram и Telegram прямо сейчас. Везде я, Вова Карманов. Пока!